Все-таки выкарабкаться, не потерять себя, да, вот наше любимое, не потерять себя, как найти себя, да, как сделать себя, несмотря на обстоятельства. Мы растворяемся в мужчине, забываем про себя, просто жить не хочется, смысл жизни теряется, хотя у тебя есть в материальном плане абсолютно все. Единственный человек в этой жизни, с которым вы проживете всю свою жизнь, это вы сами. Он хотел так же внимания, он хотел быть мужчиной, хотел так же, чтобы его замечали, видели и ценили. Я помогаю вам ответить на свои вопросы самим себе, не врать себе. Ну что, друзья, всем привет! Настал тот знаменательный момент, когда я вам наконец покажу вот ту самую волшебную девочку, о которой я вам говорила, с невероятно сильным характером и, на мой взгляд, каким-то столь же невероятным талантом. Значит, что сейчас? У нас, в принципе, уже прошла фотосессия, фототерапия, о которой я вам тоже говорила. Могу вам сказать, что это было прекрасно, это не было так страшно, как рисовал мне мой мозг, это точно, и мне очень сильно понравилось. Я однозначно могу советовать попробовать это. И да, Кристина, ты была права, когда говорила, что попробуй, иначе не узнаешь. Это было очень здорово, и, в общем-то, я рада, что решилась. Теперь хотелось бы перейти к той теме, которую я уже озвучивала, озвучивала в сторис, в инстаграм, где вы задавали вопросы. Вопросы для Кристины, так как она у нас коуч, коуч с довольно сложным опытом, сложными обстоятельствами, которые она смогла преодолеть. И, знаете, могу сказать, что это под силу не каждой. Вы видите вот сейчас хрупкую маленькую девочку, которая с таким внутренним стержнем, о котором, ну, знаете, можно мечтать, честное слово. Мне кажется, что это редко можно встретить. И что такое коуч? Коуч — это тот человек, который может вам на своем личном опыте, на своих знаниях подсказать, как вам поступить в трудной ситуации, из которой вы просто не видите выхода. И важно понимать, что на самом деле очень много девочек, которые сталкиваются с такой проблемой, когда просто попадают в такие жизненные ситуации, из которых выхода не видно. Но важно знать, что вот этот человек, вот эта маленькая хрупкая девочка, она выбралась из таких ситуаций, что она просто имеет право об этом говорить. И слава богу, что она пришла к тому, чтобы поделиться своим опытом и помочь, зная, как поступить, как не убить себя, не умереть от этих страданий и так далее. Морально не уничтожить себя, всё-таки выкарабкаться, не потерять себя. Да, вот наше любимое — не потерять себя, как найти себя, как сделать себя, несмотря на обстоятельства. Поэтому я хочу, чтобы Кристина пару слов сказала о себе. И, в общем-то, все те вопросы, которые вы задавали плюс-минус, сводятся к одному и тому же, к одной нашей проблеме. Это как полюбить себя, как ценить себя, как вообще вспомнить, что ты есть в этом мире, в этой зашоренности, в этих тяжёлых обстоятельствах, которые так похожи у всех, но, несмотря на это, разные. Вот как всё это сделать, как понять, что ты есть, что ты чего-то стоишь. И я думаю, Кристина нам немножечко прольёт свет на это, так что давайте дадим ей слово. Привет! Я представлюсь ещё раз. Меня зовут Кристина, мне 35 лет, у меня двое детей-подростков. И два года назад я развелась после 16 лет брака. Что сказать? Коротко начнём, как прийти к себе. Это, наверное, как раз-таки в отношениях чаще всего женщины себя и теряют. То есть мы растворяемся в мужчине, забываем про себя, а потом вытекают соответствующие последствия. Я долгое время пыталась спасти брак, наверное, лет 5, и винила себя, винила супруга. То есть это постоянно была такая борьба, кто кого. То он виноват, то я виновата, и мы мерились-мерились. То есть пока в один момент я не поняла, ну, то есть если коротко рассказать, это приходишь к тому, что просто жить не хочется, смысл жизни теряется, хотя у тебя есть в материальном плане абсолютно всё. Дети, семья, дом, любимая работа. У меня на тот момент был свой бизнес-салон красоты, двое детей, которые ходят уже в школу, учатся, путешествия, мечты вроде бы захотела. Да, исполнила, заработала, сделала и так далее. И тогда я начала как раз таки, я не пошла в развод, а стала заниматься с психологом, я хотела спасти семью. Это была... Как ты поняла, вот прости, перебью, как ты поняла, что что-то не так? Вот как ты, что ты первое почувствовала, вот отправная точка именно внутри тебя, а не в обстоятельствах? Изначально вообще не понимала, что не так. Изначально была одна цель. Я хочу быть с ним, и я хочу эти отношения спасти любой ценой. И в первую очередь виновата кто? Женщина. Она, значит, недостаточно внимания дала, недостаточно любви, недостаточно заботы и так далее. Так как у меня был свой бизнес, которому я посвящала много времени, постоянно были упреки. Ты слишком много времени уделяешь своей работе. Но только да, но только да, не мне, только не нам и так далее. То есть, опять же, и, ну, конечно, как бы каждый загоняется по-своему. Кто-то сильно уходит в детей, я сильно ушла в работу, кто-то, ну, у всех разные ситуации, да. Но самое главное, это да, мы забываем про себя. Тогда что делают наши супруги, устраивая нам какие-то небольшие сложности, проблемы? Ну, я сейчас мягко, конечно, говорю. Вот. Мы, они пытаются нас развернуть к себе. То есть, они говорят, слушай, что тебе мало, давай я тебе еще вот так устрою, вот так. То есть, это начинается ограничивать, то есть, заходят полностью за ваши границы и далее ограничивают вас вообще в действиях. Показывают тебе, да, насколько ты сама к себе плохо относишься. Насколько, конечно, конечно, конечно. И ты начинаешь еще больше стараться. Просто в момент, когда ты понимаешь, что это не работает, что быть хорошей или быть виноватой не работает, ничего не меняет, да. И тут думаешь, конечно же, обвинение, конечно же, он плохой. Еще самое классное, это поменять мужа. Этот не подходит, надо, значит, другого, с другим точно будет все хорошо. Это большая ошибка, потому что следующий будет такой же, с каким-нибудь другим изъяном, назовем это так. И тогда я поняла, так как я работала, у меня был салон красоты, да, 10 лет я им занималась. Я работала этим 10 лет на маникюре. На маникюре приходят женщины, рассказывают тебе разные ситуации. По сути, приходят просто слить. И ты становишься невольным слушателем. Наверное, с того самого и началась моя терапия. Ты понимаешь, ты человека выслушиваешь, поддерживаешь, прикипел уже к нему как-то. За 10 лет столько происходит у людей разного на твоих глазах. Рождаются дети, разводятся, женятся и так далее. И тут я стала понимать, что все это не работает, что каждая приходит и обвиняет, что кто-то виноват. Виновата мама, виновата свекровь, виноват муж, виноваты все, но только не она. А были такие, кто хоть как-то уже понимал, что дело не в других людях? Нет, нет. У меня на тот момент в моем поле вообще не было таких людей. Все были такие же, как я, кстати. Поле круто работает. То есть подобное притягивает подобное. То есть были точно такие же, как я, и мы вместе сидели и всех песочили. Все виноваты. Да, 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 но только не мы. В какой-то момент, когда ты уже доходишь до самой крайней точки, ты понимаешь уже, что все, спасение не работает, все только хуже. Ты себя зарываешь в яму, как раз таки делая виноватой, пытаясь быть лучше для кого-то, просто теряешь себя окончательно. Я тут понимаю, что никто этого не ценит и никогда не оценит. Самая большая ценность на земле, как бы сейчас кто бы не среагировал, кто-то скажет, мама, дети, муж, неважно, самая большая ценность на земле, это только вы сами. И моя любимая пословица, которую я запомнила себе на всю жизнь, единственный человек в этой жизни, с которым вы проживете всю свою жизнь, это вы сами. Да, более ни с кем. Дети приходят, вырастают, уходят, мужчины могут меняться. Потому что родители, к сожалению, имеют свойство тоже умирать, скажем так. Время приходит, это нормально, и мы когда-то уйдем. Поэтому единственный человек, с которым вы проживете всю жизнь, это вы сами. И пока вы себя не начнете любить и ценить, все остальное в этом мире бессмысленно. Так вот, когда ты живешь с этой болью внутри, вообще не понимаешь, что происходит, весь мир против тебя, все против тебя, все не так. Хотя материально есть все, и кто-то скажется, зажралась со стороны. Слово, да, есть такое, что тебе еще надо, что тебе не имется, ты посмотри, как нам плохо. У тебя вот плохо. Да, 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 кому-то кушать нечего, а ты тут сидишь, как бы еще что-то жалуешься, что тебе плохо, и тебе жить не хочется. Да, это знакомо. Поэтому те, кто проходили через это состояние, когда действительно ты теряешь себя, и просто, и обстоятельства начинают еще нагнетать, реально приходит момент, когда просто не хочется жить. Я не могу вспомнить, когда у меня случилась эта точка, какая она была именно, потому что пять лет я просто спасала брак, работала с психологами, там заказывала у астрологов себе там карты, помогите все, скажите, дайте волшебную таблетку, как быть счастливой и как сохранить брак. В том состоянии, дайте таблетку, чтобы стало все хорошо. Да, 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 или придите, придите, скажите мне, что у меня там написано, и все будет хорошо, и вы мне сейчас, как бы, просто где там, куда пойти, куда завернуть, что сделать, кому помолиться. То есть то, что человек ищет легкие пути, в принципе, это нормально. Это нормально, это нормально, да, только это не работает. И в какой-то момент я развелась и решила, что, ну, я поставила точку, что больше я не могу, и я была честной. Я сказала, я спасать больше никого не хочу, брак спасать не хочу, мы очень разные, давай это примем, меня это не устраивает. Я начала очерчивать свои личные границы, то есть сюда не заходить. Вот это, наверное, и было, да, точка невосвата, когда ты почувствовала, что все, я, вот есть я, и я больше так не могу. Да, сюда не заходить, и со мной так нельзя, и мне нужно свободное время для себя. Мамы в декрете, так это вообще, как бы, наверное, самое такое, они просто кричат, они хотят, дайте мне свободное время, когда я могу просто побыть собой, уделить его себе. То есть у кого какие, кто-то в работу уходит, в бизнесе, он говорит, господи, мне надоело эта работа, я уже не могу, но мне там платят такие деньги, у меня ипотека, у меня там кредиты, я не могу уволиться, я должна все это терпеть. То есть каждый находит свое, кто во что убегает, поэтому в какой-то момент ты ставишь все на кон и говоришь, или я живу, живу так, как я хочу, или я что-то меняю, да, да, да. И тут становится, конечно же, материальное, ты понимаешь, что если там развод, ты несчастна в браке, то тебе куда идти, что делать, если дети, что и как жить. Это самый, кстати, большой страх, который боятся женщины, а как я с детьми, кому я нужна, или я одна не справлюсь. Вот, кто-то работу потерять, а я же тогда что, как бы, кто меня будет, я же одна у себя, да, там у кого нет мужчины. Или есть мужчина такой, как бы, ну, ты давай сидержи себя, там, в случае чего ты, как бы, только на себя. Ну, а если стоит выбор, ты сдохнешь, или ты будешь жить? Да, как только ты понимаешь, что ты начинаешь видеть со стороны. Знаете, самый классный рецепт, которым у меня однажды научили, когда вам плохо, когда вам фигово просто настолько, что вы уже не можете, вы не видите выхода, вы вот в этом колесе просто замкнулись, одно и то же, одно и то же, чтобы вы не делали, все повторяется. Вы отходите так в сторону и представляете, что вы смотрите кино. Вот в этом кино есть там Кристина, есть там мужчина, есть там дети, есть там еще что-то, и что происходит между ними? Она пытается сделать это, он пытается сделать другое, они оба хотят друг до друга достучаться, они оба вроде бы хотят быть счастливыми, но они не знают как, они не умеют, их не научили. Родители не показали, родители показали в основном только боль. Ну, в основном, конечно, классно, когда у кого была хорошая, положительная семья и действительно в любви родители, но таких очень мало. После всех перестроек, после всего того, что было там, кто-то с бабушками росли, кого-то там бросили, кого-то оставили где-то, то есть столько разных историй. И вот родители записали нам только боль, но я буду говорить о себе, да. Я в точности повторила судьбу своей мамы, я пошла по ее же стопам, у папы, да, с мамой были те же проблемы, как у меня, да. И я пошла записала так же, вроде бы тебе не нравится, но вроде бы все же так тоже живут и ничего, сейчас тут подкручу, там подкручу, как бы пластырь не клею. Всех исправлю еще заодно. Да, всех исправлю. Так, наверное, пожалуй, подойду к той точке отправной, когда я поняла, что я не могу поменять человека. Я не имею права его менять, я пыталась его менять под себя, я поняла, что я не имею права его менять. За 16 лет жизни совместно это показали, за 5 лет даже моей работы и хождения по психологам тоже показали. И вот тут вы берете ответственность на себя, за свою жизнь, но вы больше не можете менять своего мужа, менять свою маму, менять своего ребенка, у кого как. Отчего нам больно? Мы хотим, чтобы они были такие, как мы хотим, относились к нам так, как мы хотим. Вопрос тогда к нам, мы сами к себе относимся так, как мы хотим. Мы-то сами себя любим, вот мы ждем от партнера, чтобы он там к нам относился так-то и так-то. А вопрос к себе, а я к себе отношусь так, как я требую от него? Нет. Я говорю, а зачем мне к себе так относиться? Он-то мне для чего? Давай-то и делаем эту работу за меня. Но смысл жизни такой, что мы всегда в своих идеализациях разочаруемся. То есть нам партнер максимально покажет, что нет, любить я тебя не буду, потому что ты должна сама себя полюбить. Это твое право. А я буду относиться к тебе так, как ты будешь относиться к себе. И тогда я поставила эту точку и сказала, что на этом все, я не могу тебя изменить, я не вправе тебя менять. Я могу менять только себя и только свою жизнь, только обстоятельства своей жизни. Знаешь, есть, я еще перебиваю, прости, вот эта фраза гениальная, да? Изменись сам, нет, спасись сам и спасутся тысячи. Вокруг спасутся тысячи, да. Вокруг и фразы, ведь оно так и есть, но прикол в том, что эту информацию, да, вот эти слова услышит тот, кто готов услышать. Да, да. Я это все слышала и годами ранее, но это не ложилось на мое восприятие, вообще не ложилось, пока ты, вот, видимо, не доходишь до какой-то точки, когда способен впитывать это. Когда ты способен, то тогда это уже совсем по-другому звучит, совсем по-другому выглядит, и ты делаешь совершенно другие выводы. Осознание, как говорят, инсайд, раз, вроде бы тысячу раз слышал, а вот в тысячу первый раз, раз, да ладно, я же все это знала, ну почему я так не делала? Пришло время, да, пришло время поменять что-то, и главное уцепиться за это время и не профукать его, скажем так. В общем, когда моя отправная точка, как многие спрашивают, как начать менять, да, как поменять, я рассказывала тебе, у меня было так, прекрасное утро, которое ничего не предвещало, я просыпаюсь, бывший супруг на работе, дети мирно спят. Я помню, это была Пасха, то есть все начинают что-то праздновать, яйцами стукаться, ходить и так далее, а у меня просто в постели текут слезы рекой. Я просыпаюсь, я себе говорю, я больше так жить не могу, я не знаю, как жить по-другому, но так я точно жить больше не могу. Я лежу, плачу и уговариваю себя, знаете, ты так вот приковал к себе в постели, Кристина, не делай этого, нет, не делай, подсознание уже знает, что ты все уже, ты готова, ты сейчас уйдешь, просто соберешься, бросишь все, что за 16 лет было нажито и уйдешь. Я такой, пожалуйста, не делай это, пожалуйста. Я хочу сказать девочкам тоже, кому страшно, я прекрасно понимаю этот страх, но нажито было немало, на самом деле, вот я вспоминаю те времена, я всегда ей поражалась, вот как, откуда столько, я тебе даже, по-моему, говорила, вот пусть твои батарейки никогда не сядут, пусть они просто будут всегда заряжены по максимуму. Как хватало сил, я не представляю, потому что ты вообще спала у меня? Я вообще почти не спала. Она вообще почти, это правда, это правда, это просто вот идеальный пример, на самом деле идеальный пример, и выкарабкаться было сложно, я вот прям уверена в этом. Я успевала работать, вести бизнес, развивать его, зарабатывать, двоих детей, супруг, дом, строили, делали что-то, и я только вот просто одними целями шла, 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 я думала, за это меня ценят. Какая я молодец, вот за это меня будут любить, ни за что вас не будут любить. Не будут, да, ни за что. Хоть вы там будьте идеальной самой лучшей хозяйкой, хоть самой лучшей там, ну, женщиной в постели, не знаю, как я могу, но пока вы себя не любите, вас никто никогда ценить и любить не будет. То есть, если вы говорите, вот, лучший способ проверить, если вы говорите, он, он, вот так-то, возьмите, запишите на бумажку все претензии к своей жизни, к людям, к миру, ко второй половинке, не знаю, там, к родителям, вот, все просто. Запишите, и вы увидите свое отношение к себе. Возьмите потом и перечитайте, что вы написали, и просто поймите, что именно так вы относитесь к себе, как к вам относятся люди. Поэтому первый рецепт просто, а, вот я остановилась на том, что когда я лежала, плакала, решится, не решится, да, в какой-то момент я себе говорю, нет, 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 держись за кроватью, то я принимаю решение. Я ставлю на весы все материальное, что за 16 лет нажила, заработала, в том же, ну, вместе, соответственно, с супругом, детей, стресс, который переживут дети, то есть, все материальное, и мне некуда идти, у меня нет денег, потому что все я вложила сюда, в этот дом. Я не могла делить дом, потому что изначально это было записано на мою бывшую свекровь, то есть, как бы, это любовь-морковь, как бы, куда мы денемся, живем, как бы, и все будет классно, никто не думает наперед. Вот, поэтому, чтобы там что-то судиться и отбирать, у меня просто не было сил, я просто оставила все, я вот так на весы поставила моя жизнь, мое здоровье, мне на тот момент 33 года почти там месяц не хватало, либо я продаюсь, назовем это в кавычках, за материальное терплю то, что мне не нравится, дабы того, чтобы иметь машины, дома, бизнес и так далее. Так вот, я взяла два пакета, взяла кредитную карту, встала и ушла, то есть, приходит лучший муж с работы, он видит по моим глазам все, потому что мы пытались спасать отношения, к этому шло, то есть, и так далее. Я говорю, я хочу поговорить, смотрит, говорит, я понимаю, о чем, я говорю, на этом мы с тобой, на этом все, я больше не могу. Он, конечно, ему было тяжело и больно, но он, как бы, принял это, как смог, я собралась, ушла. Да, у меня был самый такой большой стресс, когда многие боятся разводиться, мне сделали все максимально, не дали ничего, чтобы я вернулась обратно. Да, он мог поступить только так, он видел только такой шанс вернуть меня обратно, ничего не дам, помучается, чуть-чуть придет, я-то ее люблю, я-то для нее стараюсь, то есть, его понимание было такое. Это была роковая ошибка его, наверное, потому что сделать еще больнее человека, которому и так больно, это только больше сил навеку. Но каждый спасает, как может, себя, когда человеку больно, каждый пытается залечить свою боль, как может. На тот момент я жутко обижалась на него, ненавидела его и так далее, но вот спустя два года я поняла его мотивы тоже. Всегда встаньте на место другого человека, вы обижаетесь на маму, встаньте на место мамы, а каково она? Она вообще осознает, что она делает? Она вообще осознает, что она обижает? Нет. В большинстве случаев никто ничего не осознает, и так же мы, когда кому-то причиняем боль, и так же, когда кто-то нам причиняет боль. Так вот, пытаться добиться справедливости, сказать, ты сейчас мне делаешь больно, ты несправедлив, нет. Это как раз таки личные границы. Вы берете и очерчиваете, и говорите, мама, сюда нельзя, мужчине сюда нельзя. То есть, ты сейчас заходишь в мое личное пространство, ты мне делаешь больно, неприятно, со мной так нельзя. Это первое, чему я начала учиться, у меня ушло года три, чтобы научиться три года. Вы понимаете, да? Это не за один день, девочки, как бы это страшно не звучало, но таблетки, которые вы выпили, и все стало хорошо, ее не существует. Но на кону жизнь как таковая, жизнь, да, без болезней, без раковых диагнозов. Если ты не против, может быть, два слова расскажешь, да, про тот пример, чтобы девочкам стало понятно. Ты мне рассказывала про «сделай мне красивые ногти, мне на операцию ехать». Да, да, да. Вот, то есть, либо жизнь, да, возможно, у вас получится быстрее, возможно, вы, ну, как бы, пока будете решать какие-то свои проблемы, но вы уже внутри будете чувствовать себя живой, да? Да, проблемы какие-то будут, но к этому, наверное, стоит относиться не столько как к проблемам, как к задачам, да? Ну, вот просто есть такая задача, замечательно, чуть отстраниться, посмотреть, ага, так, вот такая задача, что мы будем делать? Мы будем ее решать, то есть, наверное, нужно как-то вести с собой диалог, да, я правильно понимаю? Да, все правильно говоришь. Есть такое, как у меня сработало, я рассказываю только о том, что сработало у меня, и этим делюсь с другими. То есть, подходит рецепт, подходит, нет, каждый ищет свое. Когда ты привыкаешь страдать, ты на все, что происходит в твоей жизни, реагируешь только страданием. Все везде плохо, не знаю, дождь пошел, жизнь кончилась. У тебя очки такие просто на глазах, страдальческие. Ты только, да, то есть в эти моменты вырабатывается, да, когда мы страдаем, это гормон просто. Кортизол. Да, и мы уже просто на нем сидим, мы не можем по-другому. Для нас весь мир боль, для нас все вокруг страдания. Все время нужно что-то преодолевать, кому-то доказывать, себя отстаивать, решать эти проблемы и так далее. Если проблем нет, то еще придумать. Так это все только и придумано в основном. В основном все только и придумано. И вот в какой-то момент я начала менять. Думаю, так, как страдать, я уже умею. Отлично, знаю. Как быть несчастной, я уже умею. А вот как быть счастливой и получать кайф от жизни, я не умею. Поэтому пойду-ка я сюда, попробую-ка я так. И, конечно, проблемы не перестали быть. Они там только стали усугубляться жестче и жестче. Жизнь пытается, когда ты хочешь что-то поменять, жизнь пытается тебя испытать по всем фронтам. Просто сдашься ты или пойдешь в свое счастье. Так вот, я каждый раз выбирала идти в свое счастье, несмотря ни на что. И получается, вы меняете реакцию. Случилось плохо, кто-то там, не знаю, обидел. Неважно, какие-то проблемы на работе. Мы уходим в страдания, да. И тут в этот момент я такая говорю, нет. Как страдать, я уже знаю. А как по-другому реагировать, я не знаю. Как я могу по-другому реагировать? Так, ну это жизнь. Сколько в моей жизни было уже таких моментов? Сколько было таких, когда стояла на грани, думаешь, ну все, конец света. И все же решалось. Я же живу дальше, жизнь же продолжается. Я же и завтра проснусь, дай бог, и буду жить дальше. Стоит сейчас этот момент, чтобы я так убивалась, чтобы я так себе сейчас нервы мотала, когда сядут все гормоны, щитовидные железы и так далее. То есть я не врач, да, чтобы об этом говорить. Но последствия, которые я поймела после стресса, они были глобальные. Вот. Я такая думаю, стоит мое здоровье этих нервов? Нет. Тогда что я сделаю? Ну я поменяю свою реакцию. То есть понимаете, мы в мире не можем изменить ничего, кроме своих реакций. И вместо того, чтобы сейчас обидеться или там, не знаю, пойти там в скандал, в агрессию или там еще как-то там самообичевание себя, вы берете и говорите, так, нет, так я уже делала, как я могу сделать по-другому? Поначалу это будет сложно. Но когда каждый раз вы себя в моменте останавливаете, здесь и сейчас, как у тебя было задание, да, ловишь себя, щипаешь, так, проснись. Что сейчас происходит? Что я сейчас делаю? Есть еще, знаешь, способ, резиночку, вот как для купюр бывает резиночка. Ее мне давно рассказывали, кстати, вот к слову о том, что информацию, знаешь, но не воспринимаешь, не ложится на слух. Резиночка от купюр, вот просто люди надевают ее на руку, и когда понимают, что вот сейчас надо, сейчас что-то не то, не то, не то, надо вот проснуться как-то, вернуться в себя, просто эта резиночка щелкает по руке, да, то есть получают... Щелкает, да, и вот ты себя ущипнула, в принципе. Да, 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 либо ущипнула, что-то такое, ты раз, и тебя выбивает из этого состояния, и ты снова возвращаешься в себя. Это сложно, я могу сказать, это сложно, это дело практики, но оно того стоит. Сколько раз в день у тебя получалось вернуть себя в состояние, когда мы начали с тобой? Ты знаешь, на самом деле в начале это было проблематично, потому что ловишь себя постоянно на вот этой мысленность жвачки, то есть ты вроде бы раз, ты в моменте осознан, проходит доля секунды, и все, и понеслось уже просто вот это миллионы мыслей, которые крутятся в голове, а ты вот просто такая биомасса, да, биомашина, которая по накатанной, которая на автопилоте что-то делает, там, я не знаю, пол моет, готовит кушать или что-то там другое. И раз, когда себя останавливаешь в моменте и смотришь, где ты, что ты делаешь, и как бы осознаешь себя, это круто. И если это практиковать, то получается гораздо больше, гораздо чаще, практически даже не выходить из этого состояния, и по большому счету даже много времени на это не уходит, привычка эта появляется быстро, потому что ощущение осознавания себя – это кайф. Ты понимаешь, что ты никем не управляем, даже вот своими этими мыслительными жвачками. Ты сама хожайка своей жизни. Ты стоишь и выбираешь, а что я сейчас буду чувствовать, да, а что я сейчас подумаю, думаю какую-то херню, да, например, а что мне дает эта мысль, она мне дает что-то положительное, не дает, а нахрена я буду ее думать, зачем я… Разменится от того, что я сейчас эту жвачку жуствую в мою посуду и уже 20 раз в своей голове не знаю там… Да, я начинаю злиться, я начинаю там переживать, грустить и все такое. Мы просто начинаем с вами выбирать свои эмоции, вот и все. Что ты хочешь испытывать? Радость. Вот скажи, это правда, что все люди, вот конечная точка, но даже не конечная, а к чему мы все стремимся – это счастье. Вот просто счастье. Ну, конечно, все. И все пытаются как раз-таки сейчас-то понять, что такое любовь к себе. Любовь к себе – это не купить себе тачку, о которой мечтала, не купить себе новую сумочку, не сводить себя в ресторан, а в основном кто-то, мы ждем, что это кто-то сделает. Подарки сводят нас, организуют нам праздник, любимый сделает какой-нибудь сюрприз и так далее. Блин, мы так зарываемся в этих ожиданиях и страдаем именно от них. И на пенсии, как говорится, почтальон принесет только… Да, почтальон принесет только пенсию, в общем, к старости, и все. То есть мы не дождемся. И тут нужно взять ответственность, как мы с тобой начинали работать. Берешь и делаешь сама себя счастливой. Окей, мужчины молодцы, но их тоже никто не учил. Они в своем детстве, возможно, многие-то и не видели, как это делается. Папа их делали так мамам? Нет. Все просто выживали, выживали как могли. И сейчас мы как раз-таки можем проснуться, очнуться и начать делать себя счастливыми сами. И когда мама счастлива, дети счастливы. И, как знаешь, я тоже там один курс проходила, мужчин нужно дообучать. Я вот этого даже близко не знала, даже вообще не понимала. То есть возьмите и дообучите его, но не требованием, как «я хочу, ты меня не любишь, ты мне не даришь». А нужно по-женски уметь просить. Ты знаешь, дорогой, я буду так счастлива, если мы с тобой сегодня не приготовила ту ужин, сходим куда-нибудь поужинать. Не важно, кто-то вам скажет, «Ой, это столько денег нужно или не денег». Да можно сходить вообще просто в минимальную какую-то там пекарню, даже зайти, где там есть кофе с пирожными, там выпить и просто посидеть и поговорить, и провести время, и пообщаться. Конечно, все начинают, там, работа, занят, устал, там, еще что-то. У каждого разные отговорки. Опять начинаем обижать, тогда идем и ведем себя сами. Начинаем сами себя баловать, водить, ходить, общаться с подругами и так далее. У мужчины потом включается, так, я не понял, что-то она слишком какая-то стала, не такая, куда-то счастливая ходит, где-то там время проходит, и я ей что, не нужен, что ли? А если ты без меня счастлива, какого хрена вообще? И тут так плавненько, ты знаешь, я сегодня собиралась, как бы там этот, давай вместе, а давай со мной, и на вашу легкость тогда мужчина идет. Реально нужна легкость просто. Мы ж такие тоже замороченные. Я так долго обвиняла мужа, что мне не дал, а потом думаю, я-то сама что дала. А я-то сама такая, раз такая, раз хорошая. Да, я деньги зарабатывала, да, я вкладывала там в семью, да, я много чего сделала. Но он разве этого хотел, разве он этого просил? По большому счету так же счастлива. Конечно, конечно, конечно. Он хотел так же внимания, он хотел быть мужчиной, хотел так же, чтобы его замечали, видели и ценили. Конечно, сейчас я сделала работу над ошибками, да, там и в будущие отношения я буду входить по-другому. Но в первую очередь, чтобы войти в отношения, я была счастлива, что эти два года я была одна, потому что я познакомилась с собой, потому что я узнала, кто я такая, чего я хочу от жизни вообще, что я хочу сегодня кушать, элементарное. Я проснусь, а что я хочу? Потому что раньше ты подпрыгиваешь, будильник зазвенел, тебе нужно успеть на работу собраться, закинуть что-то. А вообще пошла голодная, а на работе там 10 раз кофе выпила там и так далее. Это разве любовь к себе? Вот все спрашивают, что такое любовь к себе? В первую очередь, дайте себе заботу. Позаботьтесь о себе так, как вы бы хотели, чтобы о вас заботились другие. Мама, мужчина и так далее. Начните с себя бак. И когда ты начинаешь это себе давать потихонечку, изо дня в день. Помнишь, у нас с тобой как-то было, ты говоришь, мне не получается, мне не получается. Ты просто делай это изо дня в день. Придет время, когда это у тебя будет автоматом срабатывать. Ты не заметишь, как ты уже по-другому не можешь к себе относиться. Это как лекарство, которыми вы лечите болезнь, но лекарство не сработает с первой пилюли. То есть тот же грипп или что-то такое, мы лечим 7 дней. Мы принимаем таблетку в первый день, но нам по-прежнему хреново. Мы принимаем ее во второй день, ну или как витамины, без разницы, по-прежнему хреново. И через какое-то время получаете накопительный эффект и выздоравливаете. Здесь, да, ты права. Я когда почувствовала, что я у себя есть, я для себя какую-то ценность, да не какую-то, а, наверное, самую главную имею, и мне потом... Я не могу по-другому. Да. Я не могу, вот как раньше, просто сесть, например, смотреть телевизор. Все. Я не могу. Мне вот скучно, мне хочется чем-то себя порадовать. Я хочу, вот... Это не то, чтобы раздвоение личности, но когда ты начинаешь общаться с собой, ты четко понимаешь, что есть кто-то, кто слушает, и есть кто-то, кто разговаривает. И вот этот вот диалог с самой собой, там, вот знаешь, типа, ну, моя девочка, что ты сейчас хочешь на завтрак, да? Вот что ты хочешь? Вот это или вот это? И та девочка такая, вот это хочу. А, ну окей, делаем вот это. То есть вот этот диалог, конечно, с одной стороны, в первый раз, когда... Наши субличности. Я думаю, может, у меня кукуха уже все как бы поехала, с кем я самостоятельно разговаривала. Но нет, и психиатров я тоже слушала на этот счет, это все нормально. Никто никуда не поехал. Это замечательно, что это происходит. Вы ведете диалог с собой. Это круто. Вот, так что да, с первого раза, возможно, проблематично. Но главное не бояться. Девочки, мозг, это такая штука хитрая. Вот знаете, он же идет по проторенным дорожкам, грубо говоря, да? Вот есть лыжня, она протоптана, по ней идти легче всего. Лыжник, лыжник пойдет по ней. Но, допустим, если он повернет туда, где лыжня не протоптана, там может быть что-то прекрасное. Но туда идти сложно. Так и мозг. Он идет по тем дорожкам, которые он уже сделал. И вообще не факт, что если вы с этой дорожки свернете и сделаете какой-то такой поступок, который вам не свойственен, пойдете другой дорогой, поедете другим путем, сделаете что-то другое, ну, в процентном, вероятно, в процентном отношении, где-то, наверное, в 90% вы получите какой-то крутой результат. Поэтому не бояться – это самое главное. Вот первый шаг, он в любом деле всегда самый страшный, потому что вы себя будете отговаривать всячески. Но стоит его сделать, и однозначно все начнет меняться. Это прям вот 100%. И я сегодня в сторис, уже в инстаграм сказала, что девочкам московским я завидую, потому что у них есть Кристина, у них есть эта фототерапия. Я говорила, что ты и за границу можешь выезжать правильно, если это необходимо. Да, когда ее откроют. Да, это точно. Но это на самом деле круто, потому что сложно передать словами ощущения от этой фототерапии, ощущения от общения. Кстати, да, как твои ощущения? Великолепные. Я могу сказать, что Таня долго упиралась, вот, но на самом деле и холод, и не холод. Говорю, а теперь давай, что твой мозг диктует? То есть мы приехали, сейчас видите, у нас солнышко вот выходит, светит на самом деле тучки, с утра довольно-таки прохладный ветер был, со вчерашнего мы на рассвете, то есть мы в 4 утра сюда выехали, соответственно, вчера вечером Таня говорит, так, а может быть мы попозже, а может мы днем время проведем и так далее. Я пыталась, я пыталась как-то вот, ну давай как-то с кайфом туда-сюда, ну это насилие, зачем себе насилие, я же тебя так типа люблю, зачем насилие? Я потом думаю, нет, стоп, подожди. Она мне пишет, Зая, детка, у тебя один шанс. Или сегодня, или неизвестно когда. Нет, я пойду, я пойду в свой страх, и я это сделаю. Да, я просто хочу сюда добавить, что также работа и с нашими сессиями была, да, там назовем их коуч, ну то есть коуч это наставник по сути, и что я делаю, я вам не говорю, что вам делать в вашей жизни, решать там разводиться, не разводиться, там не знаю, бросать работу, не бросать работу, да, там и так далее, то есть общаться с кем-то, не общаться, что угодно. Просто я помогаю вам ответить на свои вопросы самим себе, не врать себе, то есть есть ситуация, потерялась, не знаешь, как что дальше, ну давай, давай копать, где потерялась, что потерялась, и мы шли. Таня отвечала сама на свои вопросы, Таня сама искала себя. Я просто тот человек, к которому постучались, то есть я вижу, что с ней происходит, а сказать я ей не имею права, потому что тогда ее работа не будет выполнена, она ничего не поймет, я скажу, да у тебя то-то, то-то, иди направо, налево, потом заверни туда, она не поймет, потому что она не сама к этому пришла, ей кто-то сказал, а если этот кто-то еще не авторитет для нее, то вообще тогда бессмысленно, слова пустые. Почему Таня ко мне, скажем так, прислушалась, потому что на ее глазах мы очень давно знакомы, и на ее глазах большая часть моей жизни прошла, моего там замужества и прочего, мы наверное с тобой около 10 лет, от 9-10 точно.